В нашем животе происходит множество невероятных процессов, и все это только для того, чтобы нам было комфортно, чтобы мы чувствовали себя здоровыми и пребывали в хорошем настроении. Многие знакомые явления мы трактуем абсолютно ошибочно. Мы не задумываемся о том, правильно ли мы сидим на унитазе, не имеем никакого представления о бактериях, которые населяют наш кишечник, и о том, как много они для нас делают. И даже не догадываемся, что 95% гормона счастья образуется именно в кишечнике. А эти сведения необходимо знать, чтобы о кишечнике говорили как о симпатичном и очаровательном органе. Мы недооцениваем этот могущественный орган, и многие стесняются даже обсуждать тему кишечника. Мне эти стеснения вполне понятны. Однако, если в данной теме разобраться глубже, становится очевидным, что кишечник — это очень трудолюбивый орган, и на нем лежит большая ответственность. Кишечник чутко реагирует на все, что происходит с нами. Вот, например, нам кажется, что в животе урчит, потому что мы голодны, и при первых признаках задумываемся, чем бы подкрепиться. На самом же деле, урчание — это всего лишь отголоски уборки, которую проводит наш желудок и тонкий кишечник в перерывах между едой. Если в этот момент мы решили еще пожевать, то уборка останавливается. В нашем животе происходит большое количество бессознательных процессов. Когда мы откусываем торт, мы чувствуем его вкус, ощущаем запах и испытываем удовольствие от процесса еды, а потом глотаем. И тут, прямо в этом месте, бах, и все. Торта больше нет. Мы не замечаем, что наш желудок раскачивает проглоченное туда-сюда и дробит пищу на мелкие части, чтобы питательные вещества были доставлены в кровь. А то, что получается на выходе из толстого кишечника, и вовсе не имеет ничего общего с тем куском торта, с которого начинался процесс. В своей книге я рассказываю о множестве тайн человеческого организма. Например, как кишечник влияет на память и эмоции, и как инфекции кишечника могут притуплять чувство страха, вызывать депрессию и психические заболевания. Или что у человека может попросту отсутствовать ген, отвечающий за чувство сытости. А знаете, что такое слюна? По химическому составу это отфильтрованная кровь, но в ней содержится вещество более мощное, чем морфий. Оно повышает настроение и может спровоцировать нервный жор. Но особенно меня ошарашило знакомство с бактериями кишечника. Это огромный самостоятельный мир маленьких существ, которые тренируют наш иммунитет, перерабатывают остатки еды и выделяют важные для организма вещества. Они только заражают нас различными заболеваниями, как многие думают. Изучив бактерии кишечника, можно определить возраст человека, телосложение и даже регион проживания. Бактерии влияют на настроение человека, отвечают за чувство голода и, кстати, весят около двух килограммов. Я влюбилась в этот очаровательный и могущественный орган, который большинство не любит. В орган, который в глазах большинства выглядит крайне нелепым. А я знаю, моя любовь к нему справедлива и оправдана. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!